нет ребята вы как хотите надо мне собираться в тур на кавказ у вас все слишком вкусно слишком гостеприимно и слишком красиво нет если конечно пригласили да вот так вот сказали вот но оттуда понимаешь а я бы знаешь как он им сказал чем мы прилетели завтра свадьба так что как так сейчас переодеваемся в нормальную одежду джинсы ну и погнали короче днем по 30 35 лет это еще 5 уже 40 а все вот это вот хихи ха ха едем кушать в ресторан жених жених мага мага нет пригласил нас ресторан говорит приезжайте покушаем очень вкусно ну и почилим немножко с дороги планы грандиозные не мало так что завтра свадьба вот это вот не надо не надо нас заберутся вот короче завтра на свадьбу посмотрим во первых что за свадьба на тысячу человек с лишним даже больше тысячи человек потому что тысяч человек я не представляю что за банкетный зал как у наверно а потом едем снимать есть подготовленный материал но как сказали легкий не слушай бы тут нормально тем скоро скажем покажем и в предчувствии того что сейчас мы миска еще с вами засаде вы это там понятно борща наверно наборачивать я буду кушать пиццу и фарму кстати кто борщ с плюс поставить уж не на юг вообще перебраться чего ты молчишь то глаза он шурит свои вот короче не знаю пригласить я подумал очень красиво мне очень нравится а я армия не ребята пригласили все пригласили ребят радостью приглашайте зовите приедем покажем расскажем если есть возможность кто не повыше кто приглашает это вообще идеально почему потому что сможем показать больше мест рассказать пообщаться с главами регионов может быть самыми еще с кем-то это очень интересно когда мы можем все посмотреть на чё пока что поедине центральная улица города махачкалы мы начинаем знакомство именно с этого места я поражен насколько здесь все просто здесь жизнь здесь жизнь здесь шикарное заведение оглянись просто покажи людям какая аллея вот вы знаете вот я думала сейчас приеду он будет вот даже такое где-то без обид не знаю почему мне такой стереотип сложился но насколько здесь красиво какие здесь шикарный воздух шикарные аллеи впечатления самые наилучшие сейчас пойдем уже в заведение но я думаю что последующие дни мы уже полноценно погуляем посмотрим днем именно вам покажем всю красоту этого края ну или по крайней мере все то что успеем отснять и 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 день второй нашей поездки короче свадьба как говорится хорошее дело свадьбы не назовут но я не думаю что здесь все будет по-другому а это свадьба свадьба погодка сегодня кстати нас радует эти тучи вот это всякое вот это карусель но на самом деле это даже хорошо потому что может быть такой жары не будет чем я конечно сомневаюсь все поехали едим туда куда сказал жених потом забираем невесту там ее свадьба потом уже едем на свадьбу жениха ничего не спрашивайте я сам ничего не понимаю поехали а у нас тут видок то откроется на самом деле все строится ребят на сайт сколько реально домов строит уж мы ночью приехали мы все этого не видели смотри весь дагестан строится смотри там там вот новостройки у нас прям под окном стоят вот дома там целый вообще район строится ну вот и жених весь меня жених просто развивай щас я скажу что ворота Суета, суета, чувствуешь, пошла такая? Пошла, 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 да. Я думаю, это будет красиво. Пока оно непонятно. Я чувствую, что нагнетает. То есть что-то будет, да. Сейчас, слушай, на самом деле, кто бы что ни говорил, свадьба такая вот вещь, она очень быстро пролетает. Тут постояли-потупили, там постояли-потупили, здесь посидели, здесь поорали, все, день прошел. Но это я просто по себе знаю. Это 100% не все, это малая-малая-малая часть ребят приехала, только кто вот, кто-то машину моет. То есть, знаешь, вот так вот все начали. А про девушек очень красивое платье, очень красивые наряды. Сами очень красиво себя подают. Это очень на это просто приятно смотреть. Грани вот эти вот, знаете, вот эта вот вся карусель, ее нет. Хотя мы находимся в лицинге, можно сказать, Дагестана, и я не вижу этого. Все культурные, да, все здравствуйте, все это. Нет, ну может быть пошумят, покричат, но это нормально, потому что это как традиция, обычай. Но здесь вот все максимально культурные, приветливые. Нету этого, что вот, вот это. Ааа, сейчас, я, я, блин. Здравствуй, здравствуй, как дела у тебя? Кто хочет, пойдем сюда кто-то, я же один не поднимусь. Аллея, пойдем сюда поднимаемся. Поднимемся. Субтитры делал DimaTorzok На букет-чет. Оператер, нормальное количество, как считаешь? Вот, вот, да, это добавляйте, подключайте. Все, поел, попил? Я поел. Все, свободен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и телеграмм хартенсайд. Телеграмм хартенсайд. Правильно? Телеграмм говоришь? Нет, нет, нет. А там замажено. А нет, мы крупняками это возьмем. И ссылочку мы тебе оставим. Только если уж ты говорил, нет, это вот слово, которое даже выговаривать не хочется. Какой-то, я не знаю вообще о чем-то. Я не знаю, что это такое. Hard.inst когда-то там. Да, но я вообще не понимаю, что ты сейчас говоришь. Канал какой-то у вас есть? А, хартенсайд, да, в английский слово, да. А что там? Может быть там реклама есть? О, нет. Ты знаешь, вот мне говорят, Алексей, про те нам рекламу. А все говорят, у всех реклама? Да. А я нет. Нет, вообще нет. А там, знаешь, начинается вот эти вот инсайды. Да, 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 да. Вот это вот начинается все. Хищно там, да. И много, знаешь, что, куда заходишь. С утра такой вот закат и сиськи. Мясо матюки и голые сиськи. Ну я подписался. А я уже подписан. Да, я уже тоже подписан. Сам на себя с 8 аккаунтов. А они подписаны? А, да, а еще и оповещения стоят. Ты понял, потому что у меня везде все звонит. Всегда. Вообще всегда. Так, ну а мы сейчас собираемся. Мы сейчас собираемся, мы едем дальше. А каким образом мы будем передвигаться? На автомобилях. Мне кажется, какая-то агрессивная будет езда. Нет. В это стереотип. Стереотип. Строго по правилам дорожного движения. Кто не попал в кортеж, тот не попал на свадьбу. Кто не с нами, тот у нас. Есть понимание, что на этой машине спокойно вообще никогда не ездят? Строго по правилам дорожного движения. КОНЕЦ 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 Ну что же, ребята, день третий нашей поездки. Всем здравствуйте еще раз. Приятного аппетита. Я уверен, кушаете. Мы еще не кушали, но ничего страшного. Леха меня зовут. Нашим гидом. Куда мы сегодня едем? Мы поедем в горы. Бунип. Бунипский район. Гергебельский район. И уже в конце дня поедем на знаменитый Сулакский каньон. Короче, я понял только каньон. Все остальное будет нам сюрпризом. Всем приятного. Поехали. Итак, друзья мои, наша первая остановка после длинного-длинного туннеля. Самого длинного в России, напоминаю. Ну, как место называется? Давай, заряжай. Бумрынский перевал. То есть, 10 километров сплошного подъема, если ехать наверх, и спушка, если ехать вниз. Короче, говорю для тех, кто поедет потом путешествовать. Вот там вот знак висит. Это, 10 километров вниз тормоза этот могут перегреться. Так что аккуратнее будьте. Аккуратнее. Знаки висят специально для вас. Я больше даже честно здесь говорить ничего не хочу. Здесь просто надо, просто надо показать картинку. Егор, снимай все крупниками. Давай, разве. Заводи. Заводи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Ну и как всегда, небольшая ложка дегтя Ехали с водителем, разговаривали Барень ровный, четкий Все рассказывает, объясняет Не в едином месте нарушил правила дорожного движения Вот сейчас сотрудники стоят, ему причесывают Он пересек сплошную, у нас Ребят ГАИ Сейчас я скажу, МВД России по Буйнакскому району Вот это вот, лишний раз все отталкивает туристов Вот такие вот вещи Потому что мы люди не глупые Мы тоже все прекрасно видим, что происходит И своих крепить И набивать карманы, подходить к автомобилю Не представляться Ну такой себе Поэтому обратите внимание Я думаю, что начальник Он сделает выводы свои Спасибо Как он, вот как он отсюда Вот может он доказать, что там он кто-то пересек сплошную Ты примерно там перестраивался? Видео мне, покажите, где я перестраивался Я, если честно, очень люблю Вот с этой схемой работы Можно прям с камерой выводиться? Да, можно Можно на съемку не делать? А почему вы дверь открываете вот эту машину? Съемку не делаю Почему? Будьте любезны А вы не должны спрашивать вот эту решение? Здравствуйте Здравствуйте Можно с вами пообщаться? Я не даю на съемку отношения Хорошо Можете не давать, я вас не спрошу Товарищ инспектор, можно с вами пообщаться? Я к вам пообщаюсь Я не благодарю Я что? Супер Класс Ну-ка, пойдем-ка Ребят, у нас очень интересная ситуация возникает Сейчас с сотрудниками Подошли, постучали в дверь Не представляется сотрудник ничего Очень похам на себя ведет И подошел через дорогу И говорит то, что Он запрещает фиксировать его на камеру Пойдемте-ка дорожку перейдем К сожалению здесь Мешеходных переходов нет Мне просто интересен номер автомобиля Да Да Сними номер этого автомобиля Потому что Вот такие вот сотрудники Я еще раз повторяю Позорят честь и достоинство Как офицер, говорю сам Такого быть не должно Потому что Общаться Подходить и открывать дверь В автомобиле Постучавшись туда Это не есть гуд И общаться не представляясь Никто, ничто Поворачиваться спиной Грубить, хамить Это не по-кавказски, ребят Просто даже Просто стоит и разводит Он не представился Я подошел У него спросил Фамилии, имя, отчество Он не говорит Ни должность свою Никто Вот это вот обычный Обычный оборот В погонах Я еще раз говорю Обратите обязательно внимание Все, кто будет смотреть Этот видеоролик Вот такие вот люди Просто люди даже такие Позорят И свой край И нацию свою, я считаю Потому что вот по таким Потом будут судить Какие здесь Сотрудники И что они делают Когда без камер Без ничего Людей штрафуют И местных Еще и хамят туристам Это не есть гуд Здесь чуваки дрифтуют А, вон видно, да Правда, наверное, для чего-то другого площадка Да Вообще на вертолетную, кстати Похоже чем-то даже Вертолет здесь Навряд ли сядет Ну да Хотя, да Здесь высоковольтные Да Убрали сейчас пост Хотя до недавних пор Здесь стояли Полицейские И заехать можно было Только по приглашению Если ты не житель этого села Если у тебя есть Принимающая сторона С той стороны Так как на андийском Кайсу нет водохранилищ С той стороны Какая есть вода То есть выпали дожди В горах Все туда Все туда Соответственно В этом месте Где сливаются две реки Получается такой эффект Что Светлая река с этой стороны И темная река с той стороны Сливаются И плюс Они с собой Там уже начинается Как раз Судак Который В конечном итоге Впадает в Сулакский каньон И начинается Сулакский каньон Оттуда В том месте То есть Оттуда Можно сесть на катер И оказаться в Сулакском каньоне На водохранилище Примерно За полчаса Где-то там 40 км По-моему Чтобы туда доплыть То есть небольшое расстояние И с той стороны Сейчас делают дорогу Она называется Народная дорога Ребята сами За свой счет То есть Путем народных пожертвований Делают дорогу Чтобы можно было Непосредственно По самому каньону Попасть Туда Это было вообще шикарно Да То есть Во-первых Очень красивая дорога Во-вторых Она получается Сильно короче То есть Ты можешь поехать на каньон И оттуда уже В течение Еще и время За час Оказаться здесь Значит Связь сделай Под душем Мы сделаем Я цинкану тогда Хорошо Ботлер приезжай Все От души Спасибо ребят Спасибо Второе место Куда мы приехали Слияние Аварского И Андийского Кайсу Место начала Сулакского каньона И первый прикол От местных жителей Откуда был Ботлих Как зовут Не спросил Я не спросил Здесь не спрашивают Как зовут Дают Бери Короче Прикол в том Что просто стоит машина Мы подъезжаем Фотографируемся Открывается багажник Там стоят два ящика абрикосов Просто человек говорит Возьми пожалуйста Вот покушай Я не знаю Кто это вообще То есть Вот просто ребят Без шуток Без всякого этого Вот Вот так вот Относится и пригласили Да Приехать там на пару дней Ну да Говорит на пару дней К нам приезжай Покажем встретим Спасибо тебе друг Я знаю что скорее всего Посмотришь может быть Или кто-то передаст Будем надеяться Спасибо да Чем это место Сколько протяженность идет У самого каньона 52 километра Протяженность Здесь начинается Получается Сулакский каньон Образуется река Сулак Которая в конечном итоге Впадает в Каспийское море Ага Чем примечательно место Тем что во-первых Слиянием двух рек Во-вторых Тем что здесь Начинается сам каньон И плюс тем Что вокруг То есть это Одна из самых красивых Наверное дорог Которая доступна Абсолютно каждому человеку Вне зависимости от того На какой машине ты приехал Ребят я хочу еще что сказать То что Столкнулся второй раз С этой проблемой То что Вот на Эльбрусе Мы когда были Я не могу передать Я беру в руки телефон Пытаюсь Какой-то stories Еще что-то сделать Для вас Но Вы знаете Это настолько убого Ущербно все смотрится Почему Потому что Даже Не то что 50 Не то что 20 Не то что 30 там процентов Десяти процентов Наверное не передает камера Вот этого масштаба Это Воздух Шикарный Просто вот насколько Вот здесь Я не знаю ребят Это отдельная история И какая вот эта вот красота Просто вот эта вот Это мы еще даже не доехали То есть это вот Мы еще сейчас поедем И я думаю виды Будут Нас радовать все больше и больше Короче Ребят Небольшой лайфхак И информативный Такой Этот Факт Факт Интересное слово Можно не только полюбоваться видом на самом деле А за копеечную цену Сколько стоит покататься 25 Короче москвичи вы нормально потянете Да Вот На катерочек Сел Вот это вот И куда там До Черкесского водохранилища Вот так вот Понял Сколько это по времени 3 часа 3 часа Вот так вот сидишь Орлы летают Понял Вот это солнце Загар естественный Абрикосики здесь ребята подогнали Форель прям Прям понял Прям оттуда ловишь Кстати форель прям отсюда видно как плавает Ты видишь А у тебя зрение минус 5 Короче ребят Мы двигаемся дальше Погнали хавать И не скажу что Поехали Ну что ж ребят Приехали мы на место Это мы приехали на свадьбу невесты Как вы видите вот основная машина стоит Все на месте Там только что Молодожены Так скажем признались друг другу в любви Такое Символично Но очень красиво Я даже немного заплакал Да Слеза такая покатилась Мага потом будет смотреть Но он меня поймет Сейчас все заходим в банкетный зал Я так понял это как маленькая свадьба То есть небольшая Где В основном Девушки Женщины Ну и все Сейчас Идем вовнутрь И не знаю что будет Пойдем Поехали 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 Поддержки будут, чтобы мы были именно половиками одного целого, но не казались таким, а именно вы. Субтитры создавал DimaTorzok Суета, суета пошла, а это значит, что прямо сейчас мы из банкетного зала, в который отмечали свадьбу невесты, уже перемещаемся непосредственно на свадьбу жениха, где уже началось все вот это празднование, короче, уже прям движуха. Посмотри, смотри, 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 суета пошла, только что все тишина была, все, пошло, пошло, пошло. Все, нас тоже зовут, ребята уже, поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Абсолютно верно, спасибо огромное всем за то, что дали слово. Всех приветствую, всем доброго вечера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Приезжайте к нам, у нас ВОО, не то что Турция, Египет или там что-то, в Тагестане ВОО, что хотите, то и найдете. Удачи! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле, на самом деле, деревья растут хорошо, а вот там пальма, смотри, сзади там туя. Да, туя это хорошо. Двадцать один час без пяти минут, без десяти. Когда я думал, жених сразу открой, ну, инсайт чисто для тех, кто смотрит, кому интересно. Жених, знаете, мне что сказал? А это можно говорить? Он говорит, вечером, когда все уже разойдутся отсюда с банкетного зала, говорят, приходи на хинкал. А? Хинкал? Это блюдо? Не вот эти, вот это, то, что ты привык там на Арбате есть, а это хинкал, это очень вкусное блюдо, кстати, погуглите, кому интересно. Ну, сейчас вот здесь, смотри, появится хинкал. Давай, на кастуй. Давай, я. Все, облизывайся дальше. Удивлен. То, что, знаешь, что сказали? Была первая свадьба. Сейчас вторая свадьба. Как бы официальная часть к девяти вечера заканчивается. Девять часов начинается. Знаешь, что? Готов? Ну? Старшие все расходятся. И начинается королевская ночь. Пасты мажут все, да. Дискотека. Я сказать, что... Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. То, насколько мы торчим в стереотипах максимально. Культура приема алкоголя. А его здесь пьют, кстати. Культура общения. Вот, чтоб вы понимали, второй день, хоть бы какой-то намек на какой-то негатив, еще на что. Приветливые, культурнейшие люди, душевные, которые... Вот, что два таксиста нас, ребята, все нам объясняли, рассказывали. Здесь спрашивают. Я не буду говорить, чья жена, но одного из высокопоставленных, так скажем, чиновников этого города. А как дела? Откуда вы приехали? А кто? А что? Она даже знать не знала, кто мы и что мы. Большое уважение вам. По поводу масштаба мероприятия можно говорить очень долго. То количество усилий. Я знаю, что, маг, ты меня будешь смотреть. Это жених. Передай огромное уважение организаторам вот этого мероприятия. Родителям, естественно, невесты, твоим родителям, близким. Родственники у тебя обалденные, я так, немного познакомились, можно так сказать. Ну и увидел, конечно, как они общаются очень сильно. Что все это организовать, я не представляю, сколько это денег, я не представляю, сколько это усилий. Я не представляю, сколько вообще это вот, насколько это круто. А я сейчас дерну, а я дерну, а инсайдик, а инсайдики, вот эти вот все, что вы любите, вот это вот. Нас попросили не все выкладывать в плане того, как ехал кортеж. Я в телеге, ну, за разрешение, конечно, да. Там кое-что заблюрю кое-где, там номера, лица. Посмотрите, как дагестанский кортеж катается. Он есть, потому что мы еще живы. Эмильен! Да, Эмильен, да-да-да, как в такси. Ну, сильно, сильно и круто, очень круто. Так что в телеге будет красиво. Хард, инсайд, телега. Подписывайся. Вы знаете, ребят, Мага мне показал, наверное, лучшее место, вот когда совсем жарко, не в Магату, знаешь, когда уже прям температура просто максимально нагнетает. Маг, мы где находимся? Мы находимся на берегу Каспийского моря, в Махачкале, с центра города, пешком 10 минут в городской пляж. Пришел, окунулся, освежился и дальше по своим делам в окно. Ты покажи им. Давай, родной, смотри здесь. Ну, камеру-то поверни на море-то, ну. Ты не знаешь, почему я еще сижу, с тобой разговариваю, почему я еще не голенький там прыгаю, нет? А ты что? Давай, раздевайся, пойдем. Ну, ладно. Короче, братва, искупаться, кайфануть, позагорать. Это вот сюда. Кто-то говорит Каспийское озеро. Я привык говорить Каспийское море, меня так в школе учили. Для пацанов, для девочек там, ну, кто будет смотреть вот это вот. Ты мне скажи, нормальные вообще пацаны, где все тусуются? Ну, что-то говорят, вот это городской пляж, а есть там какой-то секретный? Да, несколько частных пляжей. Все равно в Блиске, в Махачкале, в Джамме. Там вход с одного человека платный, 500 рублей, насколько я помню, да. Но там и лежаки, и метод, который ходит, навязывая тебе. Там один ресторан. Некий-то один трусик. Там есть вот гидроциклы, то есть развлечение. Все есть, все подготовлено, чтобы все было вообще на высшем уровне. Короче, тихо, спокойно. Ты тихо отдал, лежачок взял. И чилиш, как местечко-то еще раз? Джамме. А еще где есть? И еще есть один Каспийский называется, он еще дальше от города получается. Вот там уже и полный комплекс, там и отдельные бассейны есть, кто хочет в бассейне купаться. Короче, это для этих вот, это пафосные, которые вот эти вот губы дудочкой, вот это, а там что по входу? Там дороже, по-моему. Сколько тысячи, что ли, по-моему, да. Это за день. В общем, как говорят у нас в Дагестане, welcome или салам алейкум, давай купаться. Так тоже говорят. Поехали. Вдоволь накупавшись по Каспийскому морю, либо вот прям вот знаешь, вот когда вот это идешь, вот это все развивается на коне, вот это в закат, ну все как я люблю. Ты захочешь покушать, да? Конечно. Ну или попить кофе. Обязательно. Вот ты меня спроси, вот куда бы вот ты зашел? Куда бы ты зашел после этого? Я тебе сейчас скажу, совершенно, раз уж мы здесь случайно оказались, ну просто совершенно случайно. Мимо проходили. Мимо, просто рандомно вот. Ребята, кофейня Папаха. Чемпиона мира по смешанным единоборствам Хабиба Нурмагомедова. Пройдемте. Ну что ж, друзья. Три блюда уже на столе. Финальный день и финальный, наверное, наш такой хороший перекус в Дагестане. Ну, давайте знакомиться. Алексей меня зовут. Саид. Саид, расскажи, пожалуйста. Задача была, ребят, очень простая. Вот я пришел в кофейню, да, и говорю, можно мне просто вот три любых блюда на ваш выбор? Ничего не хочу выбирать, не хочу ни в чем ковыряться. Я тупой, я ничего не понимаю. Вот так, по-простому, по-нашему. И три напитка. Все-таки мы в кофейне. Почему выбор пал именно на эти блюда и именно на эти напитки? Первым блюдом является наш популярный завтрак. Каша пшеная с тыквой. Хороша она тем, что не только полезная за счет пшена, но и вкусна тыква, сваренная в карамели. Поэтому не только взрослые ее обычно берут на завтрак, но и дети с радостью уплетают. То есть она как раз будет и полезная, и вкусная, и сладенькая такая. Да, конечно. Первое блюдо. Каши. Я этих каш в детстве... Вот ты знаешь, мне говорили, пока не съешь, не вылезешь. Если же за, напишешь в комментариях. Мак, давай теперь только честно. Каша вкусная, нет? Очень. Да? Попробуй. Только попробуй. Хищная? Да. А как так? Это как перловка? Что там, Макс, как крупа-то какая-то? Похоже, да. Но вы прям по утрам ее тут точно? А я тоже раньше кашу не любил, пока их кушать не начал. Да ладно? Да. Попробуй. Так. Тыква. Карамельный этот еще? А ну, а ну. Понятного аппетита. Правду говорим. Ну так вот, продолжай. Так, кашечка. Сладенькая. Карамелька. Карамельечка пошла. Тыковка, тыковка залетает, обгоняет карамельку на повороте. Слушай, блин, а это вкусно. Да, и ничего добавлять не надо. И соль, и сахар. Все как надо в идеальных пропорциях. Соль точно нет. На любой вкус. На любой вкус. Сахар точно нет. Слушай, так это просто пришел и вточил. Это карамельку. И напиток какой-нибудь. Ну что ж, второе блюдо. Салатик. Сразу по внешнему виду видно, что он необычный. Он хорош тем, что это слабосоленый, обжаренный, охлажденный лосось. Максимальной свежести. И также имеется пять различных овощей. За счет этого он не только вкусный, но и дополнительно полезный. Запах салата просто потрясающий. Ну, мы на юге. В общем-то, ничего особенного уже я привык. Гуляешь за несколько дней, что здесь все пахнет. Очень вкусно. Очень прям вот как раньше. Помнишь с тобой вот это вот раньше, да? Они как сейчас вот эти вот привезутся стеклянные, да? Тут вот знаешь, как прям и рыбкой, и овощами. Ой, там все. Все очень нравится. Салатик это хорошо. Потому что иногда настолько наедаешься. Спешу вот этого, знаешь, это уже начинается. Вот это когда не хочешь, хочешь. А вот салатик. Я же, вы знаете, как рыбку-то, да, люблю? Так, я сразу пробую рыбу. Сейчас тут я разоблачение начнется. Надо макнуть. Я не пойму, что в нее добавили. В ней есть что-то солененькое, такое как соус, вот чем-то он палит. Понял? Нежная-нежная рыбка. Знаешь, как такие есть специально для рыбы, для тунца? Такие штучки, которые быстро прям они... Понял? Их прям кладешь, они минуты с каждой стороны. Такие штучки. Это балдеж. А что это такое? А, нашел. Вот это я люблю. Забылок называется. Как она? Брокколи. Вот это мне очень нравится. И самое главное, респект повару. Повар, ты меня услышишь, я знаю, что тебе передадут. Не делает разваренное. Поняли? То есть, когда оно такое... Уже все, слезкое, да. Оно такое чуть-чуть хрустит, но при этом полностью готово. Вот это кайф. Вот этот салат 100% надо взять еще. Вот эта пятерка 100% салата. Вообще, мне очень понравилось. Если там каши кто-то любит, кто-то не любит, вот это точно надо брать. Девчонки, пацаны, прям полноценное блюдо. Вот этим наешься. Если так вот, знаешь, с утречка, прям охоточку вообще зайдет идеально. Ну и, как говорится, вот это вот по-нашему. Ну давай рассказывай основное. Ну, так как мы в Дагестане, нельзя обойти и мясо стороной. Сразу первый вопрос. Вот не могу тебя не перебить. Вот скажи, вот везде, вот где бы я ни был, а снимал я уже очень много всего, почему пополам у вас подается? Пополам, потому что, если, например, придут также гости и девушки, им может быть некомфортно кушать большой бургер. А вы спокойно его можете разрезать и поесть. Если по желанию гостя, мы его можем спокойно собрать. В центре булки находится, конечно же, сочное мясо ягненка, а сверху плавленый сыр. И сочетание ягненка и сыра шикарное. Вот Москва, вот на самом деле, очень хорошая идея. Вот кто-то лук не любит, кто-то еще что-то не любит. Вот вам его подали, все устраивает, все, и погнал. Сколько мы блогеров этих пробовали? Ты знаешь, нигде я такой подачи не видел, но это очень круто. Я вот это одобряю, потому что, знаешь, порой сидишь с людьми общаешься, пойдем в бургер какой-нибудь, да, там встреча, еще что-то. И вот это начинается, вот это капать, вот это все вот это вот, да, вот как он налил, вот это вот. Да-да-да, вот это вот, порой рот. Здесь вот пришел. Кстати, мне хоть и нельзя мясо до 7 вечера по своим причинам, вот, но я попробую. Я думаю, что картошка фри, ну, самая обычная, как, в общем-то, и любая. М-м-м, ня-а, корочка-корочка, хороший, лучше, чем в этом закрытом кафе, в ресторане, прошу прощения, сети бывших ресторанов. Поехали, да? Мы теперь здесь будем есть, ничего у вас не получится. Давайте попробуем саму булочку. Ребят, прошу обратить внимание, еще раз говорю, вот это, вот это будет балдеж, вот это. Тончайшие помидорочки у лучочек. Вот, допустим, сейчас если лететь, да, нам еще общаться, я пока что лучочек просто сниму. А в самолете? А в самолете я сейчас с собой в карман сейчас положу просто. Смотри, смотри, что делают. Ничего лишнего. Соус, не знаю пока что это. Листья салата, помидорки, смотри какие. Петрушечка, я так понимаю, или кинза, да, наверное? Кинза, скорее всего. И котлетечка и зимненочка. Крупники здесь нужны. Я сейчас себе свой. Да, женщина, сразу видно, не разбирается. Мы сейчас сделаем. Знаешь, я что слышал, слышал? Короче, это самовнушение. Короче, чтобы меньше набирать калорий, верхнюю булку снимаешь, все. Можно хавать круглые сутки. И только я ешь. Абсолютно верно. Смотри, самое главное. Сочное, видишь, мяско? Видишь? Оно не сухое. И это не помидор дал. Оно именно внутри. Видишь? Вон сочочек. Вот поэтому идет оно в кайф. Сочненько, вкусненько, и без верхней булочки. И не толстеешь. Да, сразу. Сразу в минус вес. Внутрь впитывается, короче, всасывает. Не похудеть надо было, я верхнюю булочку не кушал в Индии. Да, и нижнюю тоже. Просто брал котлету и ел. В первую очередь, так как вы наши гости Дагестана, я хотел порекомендовать вам наш фирменный рубечевый раф, состав которого уходит не только классический раф, но и наш популярный рубечевый раф, который уже прославился в свое время. Правда, наслышан. Да. И за счет этого туда даже не нужно добавлять сахар, сам напиток уже становится более сладким и приятным на вкус. Для зрителей расскажи коротко, что это за добавка? Урбечевый раф – это популярная дагестанская добавка. Она делается из миндаля, различных ореков, натирается, напоминает по внешнему виду ореховую пасту, но на вкус, на уровень выше. То есть, в принципе, это заменитель сахара тот же самый? Конечно. Сто процентов, еще и полезного. Да. Кофе раф, очень его люблю. Как оно правильно, Мак? Урбечевый раф. Урбеч. Смотрите, это добавка ваше местное. Местное. Тут даже говорить нечего. Когда попробуете раф, вы поймете, почему я его люблю и за что я его люблю. Густой прям. А его, если не попробуешь, ты не сможешь объяснить. Мне сложно объяснить вкус. Без сахара не добавляется сюда. Никогда, по крайней мере, в раф не добавлял. Кайф. Густой. Прям такой он прям. Кайф. Помимо рафа Урбечева, у нас смесь напиток и кнох. Его фишка в чем, если человек любит черный напиток и хочет взять какой-то десерт, могу посоветовать его. Снизу входит состав крепкий американо, а сверху идет тонкий кофейный мусс в охлажденном вете с шоколадом и кофейным. Чтобы вы, ребят, понимали, первый раз я увидел, услышал даже название, хотя кофеек я довольно часто беру, но, может быть, просто не обращал внимания. Обязательно сегодня попробуем. А у нас такой делает кофе? Я такой здесь видел. Я больше никогда не видел такой. А, мы им сейчас рассказали, они начнут сейчас рассказывать, что они придумали, а потом Дагестан это у нас взял. Классика. Я не видел, между прочим. Я тоже не видел. Я серьезно говоря, я сначала вообще не понял, что это такое, как пленка такая густая, толстая. Как, знаешь, как, даже не знаю, с чем это странно, как кефир какой-то или, типа, такая, знаешь, прям густая такая, как прослойка. Ну что ж, дорогие друзья, пора нам в путь. Как раз сейчас поговорим о Дагестане, подведем итог. Ну а сейчас хочу попрощаться, поблагодарить людей, кто нас отслуживал за вкусные блюда. Рекомендую это заведение. Огромное спасибо Абу Бакару, брату успехов его за приглашение. Спасибо, пришли, отметились. Все очень вкусно, приеду с семьей. Еще раз зайду, обещаю. Тоже, ребят, рекомендую вот эти блюда. Я думаю, зайдет. Ну а мы пойдем. Удачи. Вам хорошего отдыха. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Пойдемте. Вот и подходит к концу третий день нашей поездки в Дагестан. Ну, вообще, как бы два полных дня. Это не важно. Важно другое. Приехав вот на эту смотровую площадку, ты на самом деле понимаешь, насколько вообще человек мало ничтожен. То есть мы думаем, что мы все можем. Мы думаем, что мы все умеем, все знаем. Вот это вот все. Вот они знают все. А мы с вами просто вот такие маленькие человечки, которые стоят и пытаются это все на фотоаппарат заснять. Красота, смена постоянная. Вот ты едешь, вроде бы все выжжено солнцем. Раз заезжаешь, уже какие-то красивые поля зеленые, горы, плато. И мы были в самом-самом-самом вот так вот, где бы я хотел побывать. А ведь завтра нам уже улетать. Ну вот как. Сюда я не знаю, ребят. Сюда надо прилетать на неделю-две, чтобы мало того, что отдохнуть, еще и побыть в этом замечательном месте, пообщаться просто с местными людьми. И в каждом месте есть одна проблема. Дагестан. Ко всем вам обращаюсь. Ко всем дагестанцам. Проблема очень простая. Мы, как обычные люди, приезжаем там из этих Москвы, из Подмосковья. Так, вот сейчас план, вот график. Вот смотри, вот сейчас вот я то, 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 то. Все, сейчас мои 25 мест. Ты приезжаешь в место. Вот так вот сел, просто залип и сидишь. Вот просто вот, причем ты ни о чем не думаешь. Ты понимаешь, что тебе нужно ехать. Ты понимаешь, что тебе нужно дальше что-то снимать. Но мозг просто вообще выключается. Почему просто, я не знаю почему. Причем, что вот в том месте, где мы кухню снимали, что здесь, что просто гуляя по городу. Ну, конечно, там такого нет. Но в горах это, это очень красивое место. Все дни мы с самого утра стараемся, снимаем разные локации. Но я ни на одну секунду не пожалел то, что я сюда приехал. И ведь это еще даже не крайний день съемок. Поэтому, что я хочу сказать. Один из немногих, наверное, моментов, кадров, когда и говорить-то особо нечего. Давайте просто вместе полюбуемся на закат. Я отсюда, а вы с экранов ваших. Мониторов, телевизоров, телефонов. Ты заснял? Все? Ну да. Все? Блин, это классно. Короче, это... Здесь жить останутся. Я не хочу отсюда уезжать. Смотри, пойдем, да пойдем, да пойдем. Смотри, да не очкуй ты. Удоел ты мне. Ищу фотографа, видеографа. Короче, смотри. Ты посмотри, ты им низ показывал? Смотри. Смотри там чего. А там, короче, понял? А там вот катаются на этих, на всяких катерах. Пять тысяч рублей. Ты прикинь? На Волге. Полтосик. Это просто вот сюда компании надо приезжать. До кого бабосики есть мажоры? Я говорю, вот... Какие мажоры? Да мажоры, сейчас кто-то скажет, а я эти дошираки сижу, вот эти вот, начинается вот это. Мажоры, мажоры, да. Мажоры. Только мажоры с ним. Ага, а он знаешь, что мне сейчас недавно сказал? А я бигбон ем. А-а-а. А-а, бизнес ланч, я говорю, ну все, понятно. Так это они мажоры? А-а, я не знаю, что. Бигбон. Ага, бигбон, знаешь, сколько там? А-а-а. Мне тут мивину прислали. Я ел, сидел, да, сухую прям. Так о чем это мы? А я... Смотри, как люди чилят сейчас. Угу. Не, ну здесь, я думаю, даже просить не надо, согласись. А? Заслуженно. Не, ну здесь по факту. Это не вот эти вот всякие смешилки там разные вот эти. Да, очень красиво. Ну это же Telegram. А-а, нет, ну а ты подписан на Heart Insight, да? А-а, ну да. А главное, туда знаешь, что выйдет? Что? А, нет, не знаю, а я и скажу. Туда реально выйдут гонки, которые были на свадьбе, поняли? О-о-о-о. А ты секунду. О-о-о-о. Ладно, давай. Все.